Добрый вечер! В эфире вновь программа «Наш Кустанай». Сегодня вы вышли с небольшим опозданием на полчаса, но это связано с празднованием 20-летия телерадиокомпании «Алау» и 15-летия радиостанции «Алау». С чем я вас, во-первых, наших телезрителей и радиослушателей от всей души поздравляю. Сегодня в гостях у нас главный архитектор города, кандидат архитектуры, доцент Абай Маговевич Юнусов. Здравствуйте! Добрый вечер! Поговорим мы, разумеется, с главным архитектором, можем о чем поговорить? Об облике города, о перспективах развития и о генеральном плане, а также об его предшественниках. Ну и сразу первый вопрос. Вообще, как разрабатывались и утверждались генеральные планы, относящиеся к нашему городу? И хотелось бы знать побольше о самом последнем утвержденном генеральном плане. Естественно, что генеральный план является одним из важнейших документов города. Это его основополагающий документ, на который при развитии города опирается на генеральный план. Как только наш город появился, а сейчас мы стоим в кануне празднования 134-й годовщины города Кустаная, даже когда он закладывался предшественниками нашими на левом берегу Тобола, уже существовали разработки архитекторов о его структуре этого города. Сейчас, естественно, прошло очень много лет, город очень сильно изменился, и на протяжении его разрабатывались генеральные планы, которые разрабатывались одни в дореволюционное время первые схемы, потом разрабатывались в советское время, вы знаете, ленинградцы работали над генеральным планом. Предпоследний генеральный план разрабатывался в Алма-Ате, институтом Казгипроград. И последний генеральный план в 2009 году был утвержден правительством республики Казахстан, в котором мы сейчас живем и работаем с этим генеральным планом. Но и в связи с этим планом в каких направлениях будет развиваться наш город? Именно генеральный план определяет территориальное развитие города по направлениям. Но, естественно, что это очень большая комплексная работа, чтобы определить территориальное развитие города, и поэтому подключаются такие специализированные институты. В данном случае разрабатывался генеральный план ТО «Градкомплекс» специалистами Астаны и Алматы, который, вот этот генеральный план сейчас у нас действующий. Он определил развитие города по нескольким направлениям. Это северо-запад и направление вверх по течению реки Табол в сторону города Рудного. Это основные направления. Также город Кустанай территориально впервые в этом генплане перешагнул на правый берег реки Табола. И вот это пространство, которое между мостами, главным мостом и Кожебыинским мостом, оно сейчас входит в территориальный состав города Кустанай. Есть цитата из вашего интервью от 5 мая 2008 года. Там вы говорите следующее. «Основные объекты проекта – высотные здания в центральной части города, застройка и облагораживание территории вдоль реки Табола. Постепенно мы будем избавляться от ветхой частной застройки, которая занимает сейчас значительную площадь в центральной части города. И уже в ближайшие пару лет в Кустанай будут построены бизнес-центр, центр развлечений, новые здания банков и ЗАГСа. Ну вот прошло, получается, 5 лет, и из сказанного вами практически уже все осуществилось, насколько я понимаю. Ну, нужно сказать, что генплан как раз вот когда интервью 5-летней давности было связано с тем, когда работали над генеральным планом города. И уже тогда просматривалось то, что центр города зажат, в общем-то, ветхой застройкой. И пример к этому же есть, что мы избавляемся от этой застройки, и появляется новая застройка. Это, например, район Жанахала. Вы знаете, там зашел... Район Наримановского рынка. Да, район, значит, в реке... Ой, улицы Абая, Алтенцарина, между улицами Абая и Алтенцарина. Здесь именно пришел крупный инвестор, фирма «БКстрой», которая взяла на себя вот этот планировочный участок, который находится в центральной части города Густана, он привлекателен, он востребован. И там производят выкуп частной застройки и строительство новых современных 5-9-этажных жилых домов. Что касается территории по другую сторону от проспекта Абая, то есть не со стороны улицы Алтенцарина, а с другой стороны, со стороны Кайрбекова, Абая и Кайрбекова, там ведь тоже есть частные застройки, а также на Римановский рынок. Что будет, какая перспектива ожидает? Ну, если говорить вообще о прилегающей к центру ветхой застройки, то в перспективе все равно она придет, если крупный инвестор, это будет, конечно же, привлекателен центр города. Скорее всего, по той же схеме будет происходить выкуп участников частной застройки и строительство многоэтажных жилых зданий. Если говорить о перспективе рынков, которые находятся в центре города Густана, то существует уже мировая практика и практика, которая осуществляется в крупных городах Казахстана, Алматы, Чемкенте. Это стоит вопрос о том, что в будущем, я подчеркиваю, что это дальняя перспектива, долгосрочная перспектива, не двух-трех лет, как некоторые думают, что все-таки рынки должны выходить на периферию города, на именно транспортные узлы. У нас есть очень хороший пример расположения крупного торгового центра Астагжан с большой паркинговой стоянкой, где могут позволить разместиться сотни автомобилей. Это вот новая тенденция мировая, где когда приезжают в такой крупный гипермаркет, рынок, можно приехать на своем автомобиле и, в принципе, сделать покупки на неделю вперед. Это практика, в общем-то, мировая, она везде развивается. Что касается государственного многоэтажного жилищного строительства, то с учетом генерального плана, насколько вообще будет активно оно развиваться? Естественно, что в Казахстане сейчас продвигается очень большая программа, по программе называется «Доступное жилье», которое именно госсектор будет строить это жилье. Имеется в виду то, что раньше у нас в Казахстане был дефицит площадей для осуществления программы жилищного строительства, поэтому велась точечная застройка. В будущем мы будем уходить от этой практики и выходить на более большие планировочные участки, где будем строить жилье, включая государственное, микрорайонами. Сейчас разработан ПДП микрорайона «Аэропорт». Это в сторону аэропорта, вы знаете, слева. То есть это новый микрорайон? Там очень удачное место, там естественное получилось водоем, так называемое озеро Тарелочка, мы обыграем это, и в центре этого микрорайона будет водоем, который будет использовать житель. Выполнено ПДП, и уже началось осуществление застройки, уже первые дома вот здесь вот с краю, ближе к городу появились, и дальнейшее развитие в ближайшем будущем этот район будет развиваться. А будет ли какой-то баланс между частными застройщиками и государственными? Или это будет регулировать рынок? Максим, конечно же, все виды строительства будут представлены, потому что нельзя ни в коем случае развиваться однобоко. Рынок все регулирует, должно быть у нас и государственное строительство, и частные инвесторы, на примере, допустим, БК «Строй», и индивидуальное жилищное строительство. По последнему законодательству уже даже позволяется в госпрограммы включать даже коттеджное строительство. То есть по государственной программе в будущем будут строиться и коттеджные поселки для реализации и продажи населения. Мы говорим о многоэтажном жилищном строительстве, но есть еще такой насущный вопрос с большой очередью, насколько я знаю, по поводу частного жилищного строительства. Очень много соискателей, как сегодня мы с вами уточнили, около 14 тысяч человек. Это просто люди, которые официально хотят свою собственную землю и свое жилье. Но у этих людей, которые зарегистрировались у вас, у них есть еще свои семьи. То есть количество людей вообще увеличивается. Насколько сейчас остро стоит этот вопрос вообще? Да, Максим, вы верно заметили. Здесь у нас в настоящее время у нас зарегистрировано 14 тысяч заявителей на желание производить индивидуальное жилищное строительство. Генеральным планом города Кустаная выделена большая планировочная площадка для осуществления этого строительства. Это в сторону поселка Кунай. Дело, почему у нас сейчас не продвигается, связано с финансированием. Потому что выделение участков может производиться только после разработки соответствующей документации. Это планы детальной планировки, так называемого ПДП. Когда будет разработана эта документация, естественно, мы хотим, чтобы эта очередь сдвинулась. Хотя практика осуществления жилищного строительства подсказывает, что из намеревающихся строить, строят где-то процентов 30 от тех заявителей, которые... Потому что не все люди соизмеряют свои экономические возможности. Иногда это, ну, бывают просто непросчитанные вещи. Потому что строительство, индивидуальное жилищное строительство, это очень затратное. И с точки зрения материальной, и физических, в общем-то, не всегда всеми осуществимо. Нужно соизмерять свои возможности. Что касается коммуникаций, будут ли подводиться коммуникации вот к этим участкам? По генеральному плану, по ПДП северо-западного района, если вы знаете, который сейчас активно застраивается, это в районе дизельного завода, государственно, именно государство, а не частники, выполнили именно всю подводку, всей инженерной инфраструктуры, включая водопровод, канализацию, газ. Именно это государство. И в будущем, когда будет завершено строительство частниками, еще сеть дорог будет осуществляться строительство за счет государства. Ну и чтобы как бы уже подытожить, кто может вообще претендовать на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство? Любой гражданин Казахстана имеет право претендовать под строительство, достигшего совершеннолетия. Но дело в том, что если у вас уже есть участок, то вы уже будете не бесплатно его получать, а на платной основе. А так можно получить? Безвозмездно. Хотя появились сейчас уже проекты законов, я подчеркиваю, проекты, которые еще не утверждены, которые говорят о том, что нужно приостановить раздачу бесплатно земельных участков в городах Астана, Алмата и областных центрах. А с чем это связано? Вы не знаете? Дело связано с тем, что с дефицитом, конечно, всего территорий и, скорее всего, с экономическими проблемами. Хорошо. Если мы говорим о строительстве, о таком масштабном, в рамках генерального плана и развития города вообще, то, наверное, нужно обратить внимание на такой важный вопрос, как развитие транспортной инфраструктуры, поскольку уже сейчас понятно, что наши улицы, мягко говоря, не выдерживают такого объема, возросшего резкого количества автомобилей. Да, Максим, это тоже одна из нервных точек, в общем-то, в развитии города, потому что транспортная инфраструктура неотделима от планировочного развития города. Именно транспортная инфраструктура – это как бы кровеносная система города. Если движение, пропускная способность где-то в магистрали задерживается, это как бы, если сравнивать с организмом человека, если у человека кровоснабжение нарушается, то и коллапс всего организма может наступить. Конечно, при проектировании генерального плана закладываются перспективы развития транспорта. Но транспорт сейчас, именно количество транспорта увеличивается в геометрической прогрессии. А сеть дорог была заложена планировщиками еще ранее, на заре еще, которые не могли предвидеть такого большого количества, увеличение количества транспорта. Поэтому, конечно же, сейчас стоит вопрос о совершенствовании, увеличении пропускной способности наших основных магистралей. Вы обратили внимание, что появились новые светофорные объекты, совершенно нового плана, которые позволяют и повороты делать преимущественно по более загруженным поворотным в частях перекрестков. Мы тоже, это не стоит на месте, но требуется более кардинальное, конечно, решение. Сейчас выдано такое задание нашим руководствам, чтобы мы все-таки проанализировали на перспективу развития именно транспортной инфраструктуры. В первую очередь, это состоит в том, чтобы у нас получается, что очень много, чтобы попасть, допустим, из КЖБ в КСК, мы центр города используем как транзит. Надо исключить эти транзитные потоки внутри города. Надо подумать о том, чтобы у нас были резервные еще не только улицы Абая, которая пропускная способность очень велика. Кстати, вы обратили внимание, что если бы упреждающих движений не было, у нас была ситуация еще сложнее. Вы обратили внимание, что три года назад мы соединили улицу Кайербекова с улицей Маяковского, где через Овраг был проложен мост, была снесена часть индивидуальной жилой застройки. Это значительно снизило нагрузку на нашу основную магистраль проспекта Абая. Очень большой транспортный поток пошел по улице Кайербекова и соединил КЖБИ, минуя именно центр, центральную часть города. Сейчас, в принципе, 20 минут достаточно, чтобы из района КСК попасть в район КЖБИ. Ну, это, скажем, не в вечернее время, не после 6 и не с утра, когда все едут на работу. Естественно, существуют и пиковые нагрузки. Это естественно. Сейчас вы обратили внимание, что и стоит вопрос о строительстве кольцевой дороги вокруг города Кустаная, которая тоже часть транзитного транспорта направит не через центр, а в объезд города Кустаная. В общем, задач очень много. Транспортная, действительно, это одна из очень таких острых задач, которая требует очень быстрого и реагирования, и решения. А есть такие проблемные улицы, наверняка ведь есть, которые расширить физически уже не представляется возможным, но поток транспорта через них все-таки большой. Существует все равно резерв небольшой за счет сокращения зеленых насаждений. Как бы, конечно, может мне очень многие возразить, но дело в том, что если будет касаться именно увеличения пропускной способности, может быть, придется и пойти на неординарные, значит, на расширение дорог, если это будет вынуждать жизнь. Потому что, естественно, что приостановить поток транспорта, который осуществляет свою деятельность и вносит как бы пульсирующий организм самого города, если мы перекроем это и не будем решать эти проблемы, то придем к какому-то большим пробкам, к которым столкнулись уже крупные мегаполисы. У нас, конечно, в городе далеко не такого, как Москва. Но все равно. Значит, у нас есть уже, мы думаем о таких вещах, как строительство эстакады через железную дорогу, соединяющую улицу Дощаново с улицей Солнечной, чтобы у нас был такой мощный, соединяющий через железную дорогу два массива города, жилых массива и с центром города. Еще есть наметки, которые прорабатываются совместно с транспортниками. То есть, с течением времени будут появляться новые какие-то дороги, развязки, которые будут разгружать... Конечно. ...центральную часть города и уводить транспортные потоки в обход, в объезд. Ну и позволять быстрее добраться к нужному месту. Если мы говорим о развитии строительства, строительной инфраструктуры, то есть о подъеме сейчас очень много строится. У нас сейчас город ремонта дорог и строительства домов. Ну, как бы так, если со стороны взглянуть, очень много всего строится. Это хорошо, и слава богу. Но для этого нужно очень много всевозможных строительных материалов, проще говоря. Огромное количество, которое нужно вливать каждый день, чтобы процесс не останавливался. Поскольку время – деньги, как известно. И в связи с этим, насколько мы все владеем информацией, у нас уже заложен проект и уже начато строительство нового комбината по производству строительных материалов. Естественно, что раз ведется большой объем жилищного строительства, ведутся строительство и ремонт дорог, это требует большого объема строительных материалов. Причем строительных материалов не вчерашних, а нового поколения. Естественно, вы обратили внимание, что жена Кала у нас строится большой микрорайон из красного кирпича, но кирпич производитель у нас местный. Та же фирма «БКстрой» производит сама кирпич. Раньше мы все эти стройматериалы завозили из ближайших регионов, из России. То есть мы фактически спонсировали зарубежного товаропроизводителя. Сейчас ситуация меняется. Действительно, у нас строится сейчас ДСК, домостроительный комбинат фирмы МБИ в районе дизельного двигателя, в районе завода дизельных двигателей. Строит, это новая наша, как сказать, надежда, строит такой домостроительный комбинат, который будет производить, уже, наверное, все забыли. Панельные дома, но панельные дома нового поколения, чтобы не говорить о старых панельных домах с ими недостатками. Это совершенно новая технология, германская технология, и будет выпускать где-то объем 70 тысяч квадратных метров жилья, будет выпускать этот комбинат. Надеемся, что в следующем году или в конце этого года произведет впуск, эксплуатацию этого завода. Как это скажется вообще на, во-первых, то, что интересует больше всего всех, на цене квадратного метра и на продвижении очереди на получение жилья? Ну, существуют, естественно, и очереди на социальное жилье, есть очередники на квартиры в городе. Естественно, что строительство это подвинет эту очередь. Мы надеемся, что и увеличение объема строительства сыграет свою роль в понижении цены на квадратный метр жилья. Оно станет доступней. Опять, ну, долгосрочная перспектива. Почему долгосрочная? Мы, завод ДСК, планируется уже в следующем году, чтобы... То есть в следующем году станет дешевле? Нет, я не экономист и не могу просчитать, конечно, сразу чудес не бывает. Нет, экономические вещи, это очень тонкий механизм, рынок. Он будет сам себя регулировать, конечно, но если появится очень много, то, естественно, очень много производителей, то обычно происходит снижение цен на производимую продукцию. Ну, я к вам сейчас будет обывательский вопрос. Грех не спросить у главного архитектора города по поводу, если выбрать индивидуальное жилья, жилья, строительство. Какой строиматериал выбрали бы вы? Кирпич или все-таки панельный? Знаете, я сейчас бы уже затруднился однозначно ответить. Если бы этот вопрос прозвучал где-то в 70-е годы, я бы однозначно сказал, что кирпич. Это один из самых универсальных, экологически чистых материалов. Сейчас затрудняюсь ответить, потому что панельное домостроение продвинулось далеко вперед, используют композитные материалы с высокими эксплуатационными качествами, включая и теплоизоляцию, шумоизоляцию и декоративные качества. Хорошо. Хотелось бы узнать о новых обновлениях в городе. Мы часто общаемся, все наверняка, большинство людей, с людьми, которые жили здесь в городе до этого. Они уезжают куда-то на постоянное место жительства или просто по долгу службы. Ну, нет, к примеру, год-два, может быть, здесь не находятся в Кустанай. Возвращаются сюда и говорят, что город очень сильно меняется. И вот одно из ближайших таких изменений – это набережная вдоль реки Табол, которая, как обещают, должна открыться к дню города, если все получится так, как запланировано. И вообще, насколько сейчас много будет появляться и уже появилось таких значимых и монументальных объектов в городе? Вы можете обрисовать их сейчас? Ну, естественно, Максим, вы правильно сказали. Город – это живой организм, он постоянно меняется. И действительно, те люди, которые не были особенно значительное время в городе, нам-то все-таки каждодневный вид как-то привыкаем к этому, а человек, который долго не был в Кустанай, приезжает и действительно удивляется. Город меняется очень сильно. Мы уже привыкли к таким зданиям, как, допустим, торгово-развлекательный центр «Март», казахский драматический театр, здание банка рядом, площадь Целинников, как обновилась. Появились фонтаны, в сити-центре, на прошлый праздник города был открыт фонтан. Такие крупные торговые центры, как Астыгжан, как Емшан. Допустим, есть такие уникальные здания, которые не каждый областной центр может похвастаться, как аквапарк, ледовый дворец. Все это появилось в последние десятилетия в городе Кустанай. Но, естественно, и благоустройство города Кустанай тоже меняется. Раньше были асфальтированы тротуары, сейчас везде. В центральной части у нас уже мощение брусчаткой сделано. Очень появилось много малых архитектурных форм, которых раньше не занимались. Есть малые архитектурные, скульптурные формы, которые делают индивидуально каждую застройку, индивидуальное лицо каждого квартала. Откуда такая страсть к брусчатке? Брусчатка – очень универсальный материал в смысле того, что, как бы вы видели, она из сегментов состоит. Ее, в принципе, можно разобрать, увести и использовать вторично. Если идет эта речь об асфальте, мы его просто уничтожаем и делаем опять новое. Но мы забыли о набережной реке, это было бы сказать. Да, действительно, это речной фасад города Кустаная. Наконец, мы вышли на набережную. Наконец, как бы город существовал отдельно от реки. Как бы мы, живя в городе Кустаная, не чувствовали, не чувствовали то, что река здесь рядом. И вот, наконец, происходит вот это вот оформление реки и фасад. И мне кажется, что горожане теперь будут чаще посещать пойменную часть реки Табола. И действительно, к дню города будет торжественное открытие этой набережной. Надеюсь, и дальше работа эти продолжатся. И, наконец, у города Кустаная появится своя набережная, которая будет, я надеюсь, любима горожанам и посещаема. Ну да, когда территория облагорожена, гораздо приятнее посещать это место. А что касается набережной реки Табол, вот там, рядышком сюда, в колесные ряды, и была такая замечательная история, которая лично мне, когда я был маленький, очень нравилась. Называлась она «Детская железная дорога». Ну, конечно, сейчас, мне кажется, проблематично будет ее возродить, но все-таки. Есть ли в перспективе что-то подобное? Ну, я могу сказать, действительно, в свое время появление детской железной дороги, это было, конечно, для Кустаная очень значимым событием. Действительно, дети толпами ходили, я прекрасно помню это. И, к сожалению, вот в эти перестроечные годы, когда был кризис, это было утрачено. Я надеюсь, что мы подумаем, наверное, над этим. Но в будущем планируется вообще тоже вкладывать средства в развитие пойменной части, так называемой рекреационной части города Кустаная. В районе Кожебы и набережная улицы Гашика началось строительство парка, который, надеюсь, привлечет тоже большое количество туда населения, именно в пойменную часть. И в будущем будет центральный парк, вот центральный парк, Плитобольский так называемый парк, тоже реконструироваться. Уже задумки у нас есть по этому поводу. Но есть еще один объект, на который нельзя не обратить внимание. Объект, который только начинает строиться на аллее текстильщиков, это дворец бракосочетания. Да, дворец бракосочетания – это чаяния очень многих наших жителей города Кустаная. Потенциальных молодоженов, назовем их так. Молодоженов, да. Которые все время задавали вопрос на протяжении, вот сколько я работаю, когда же в Кустанай появится, наконец, дворец бракосочетания. И сейчас проект этого здания выполнен. Он будет располагаться именно на, не случайно, на бульваре молодежи, который раньше назывался бульвар текстильщиков. Сейчас начат уже нулевой цикл, работ уже начат. Надеюсь, в следующем году уже наши молодожены, могут молодые люди праздновать свое бракосочетание в новом дворце бракосочетания. Чисто теоретически, по плану, должно все в следующем году завершиться. Да, да. Хорошо. Ну и если мы не дворец бракосочетания, то у нас должно завершиться все буквально через пару минут. И последний вопрос к вам такой. Как вообще люди, жители города, насколько бережно относятся к тем новым творениям и нововведениям, которые появляются в городе? Бульвар молодежи, да? Набережные реки Табулы в потенциале, да? И есть определенные объекты, которые можно подойти, потрогать, пощупать, что-то с ними сделать, произвести какие-то манипуляции. В конце концов, каждый день находиться там, проводить какое-то время. Насколько бережно Кустанайцы к этому относятся? По вашим личным делам? К сожалению, не всегда у нас так. Мы с такой объемом работы производятся архитекторами, строителями, службами коммунальными, чтобы наш город улучшить, сделать его более комфортабельным. Но, к сожалению, мы сталкиваемся и с случаями вандализма, когда только свежепостроенные объекты подвергаются разрушениям. Скамейки вырываются или урны. Иногда молодежь распевает спиртные напитки. В тех бульварах, которые мы только что облагородили, и все это потом утром имеет неприглядный вид. К сожалению, это тоже имеет место. И нужно об этом говорить, кстати, с молодежью, что если мы хотим действительно жить в нашем красивом городе, в любимом городе, чтобы он был комфортен для проживания, для всех, нужно и на себя смотреть, как говорится, и себя спрашивать. Не проходить мимо таких случаев, когда проходят такие вот акты вандализма, которые, к сожалению, имеют место быть. В одной известной религиозной книге есть такая замечательная фраза «Спасись сам, и вокруг тебя спасут тысячи». Ну и под занавес у нас есть звонок, как ни странно. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Я хотела бы узнать, как будет развиваться в дальнейшем район в районе... В каком районе, простите? Развиваться... Аэропорта. Район аэропорта. Но об этом мы говорили. Мы говорили об этом, значит, выполнено ПДП, значит, микрорайона аэропорт. Это как раз поворот, если ехать по дороге в аэропорт, поворот налево между поворотом аэропорта и общежитиями на улице Уральской, вы знаете, это довольно-таки приличный массив, 43 гектара. Население будет составлять где-то 7 тысяч. Это довольно-таки большой микрорайон, который где-то, по крайней мере, задел на 2-3 года. Для освоения его мы будем заниматься этим районом. Это микрорайон будет с комплексом строительства, со школой? Естественно, что любой микрорайон в комплексе. Обязательно там должны быть объекты и социальные объекты. Это детские сады, два детских сада, школа, магазины, торговые центры. Это все, естественно, должно быть в этом микрорайоне. Остается только пожелать успехов нашему милому городу в плане строительства и развития во всех направлениях. Спасибо вам. Сегодня в гостях у нас был главный архитектор города Кустаная, кандидат архитектуры доцент Абай Магауевич Юнусов. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова